Привет, друзья! Сегодня у меня на дегустации пиво Амстердам Навигатор. Производитель именно этого пива турецкая компания Anadolu Efes, Piroselik Vemalt, Sanayui A.S. Сокращенно Anadolu Efes. Данная компания контролирует зарегистрированную в Нидерландах F.S. Breveries International N.V. Крупного европейского производителя пива. Бутылочка довольно-таки симпатичная, емкость ее 0,5. Посмотрите, как она выглядит. Черная этикетка, тиснение на бутылке. Пиво крепкое. Амстердам Навигатор. Там написано Mail The Amsterdam Way, сделана по пути в Амстердам, что ли, или по амстердамскому пути. Экстра интенсивная. Основание 1275 год. Но это основание неданного сорта пива, дата основания самого города Амстердам. Оказывается, город Амстердам в Голландии основали не покорители чужих земель, а обычные рыбаки. И произошло это именно в 1275 году. Город был основан на берегу реки Амстерл. Значительно позже Амстердам заполонили беженцы из Европы. Благодаря чему город и расширился, стал более многолюбим. Более того, он получил статус одного из самых крупных торговых портов в мире. История Амстердама не обошлась и без знаменитых фамилий. В 1806 году Наполеон Бонапарт основал королевство Голландии. И Амстердам сделал его столицей. Также на этикетке написано Deep Robust Rich. Это обозначает глубокий, крепкий и богатый. Но я так понимаю, речь идет о вкусе. Пиво, как я уже сказал, крепкое. Содержание алкоголя в нем не менее 8%. Пиво это фильтрованное, пастеризованное, светлое. Плотность его 18,45%. То есть оно очень плотное и очень крепкое. В составе вода, солодо, ячменный, сахар, дрожжи пивные, хмель. Ну и углекислый газ, собственно. Сзади еще написано Born in Holland, рожденный в Голландии. У него очень удобная открывалка. Открывается поворотом. Итак, пиво нам показало очень хорошую пену. Высокую пенную белую шапку, плотную. Цвета оно золотисто-соломенного. Карбонизация состоит из таких, каких-то не очень интенсивных, мелких-мелких, очень мелкого размера пузырьков. Ну, их довольно-таки много, но всплывают они как медленно, так вальяжно. Пена замечательная. Вот это как выглядит. Посмотрите. Ну, тут такого интенсивного запаха у него нет. Пахнет оно обычно, как самый обыкновенный пив. Смотрит такой хмелево-солодовый или солодово-хмелевой запах. Собственно, это лагер. Пиво довольно суровое, но хиткое, как ни странно. В нем явно чувствуется алкоголь, но при достаточном охлаждении это не ярко выражено, я бы так сказал. Оно практически не горчит, то есть хмелевой горечи послевкусия практически нет, но плотность его чувствуется. Плотность такая солодовая, потому что привкус на языке, он такой липковатый. Читал я отзывы о данном сорте пива, многие отзываются о нем отрицательно, говорят, что это своего рода интерпретация или отождествление Балтики номер 9. Ну, я не знаю. Насколько я знаю, данный сорт пива варится во многих странах по лицензии, в частности в России. И вот эти вот обзоры, которые я видел, в основном это были обзоры на российский вариант навигатора. У меня автентичный турецкий вариант. Ну и, собственно, я ожидал что-то более мерзкое, чем на самом деле из себя представляет данный сорт. Да, это крепкий лагер. Он довольно плотный, но в то же время неплохо пьется. Для любителей крепких сортов очень даже ничего. К тому же, производитель уверяет, что концентрация алкоголя здесь достигается именно более долгим процессом брожения. Стоимость данного пива в Украине 21 гривна 70 копеек. Это приблизительно 90 центов на американские деньги. Я его приобрел по акции за 11 гривен 88 копеек. Это приблизительно 50 центов на американские деньги. Ну и, собственно, за такие деньги это довольно-таки хороший вариант. Пейте хорошее пиво, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте, ссылка внизу. Будет интересно. Пока-пока, друзья.